Когда человек сушится, его мышцы становятся плоскими Потом жир сгорается, он получается плоский, дряблый, худой Но не наполненный, нет упругости, нет твердости Потом после сушки мы едим, и спортсмен выглядит лучше, чем на соревнованиях Он становится наполненным Почему вы не хотите использовать этот инструмент, эту методику на постоянной основе? Соревнования давно прошли, но я делаюсь лучше, больше, рельеф не дальше Я ем неделю, неделю идет сушка Неделю ем углеводы, снова неделю сушка Я постоянно делаю жира все меньше, его просто нет в итоге А мышцы я постоянно делаю все больше И это работает, вы же видите, это на мне Наверное, давно я не был в такой хорошей форме 100 килограмм сухой мышечной массы С делением всех мышечных волокон С очень хорошей сушкой ела Я объясняю это тем, как это объяснял Билл Куэр, мистер Вселенная Он один раз в неделю голодал После этого питательные вещества лучше заходили в мышцы Сейчас я прошел серию жестких диет, которые очередовались периодом такого зажора И благодаря гликогеновой петле мои мышцы то опустошались, то снова наполнялись В результате получилось, что вообще нет жира И мышцы наполненные, жесткие И я думаю, в этом секрет успеха Нужно чередовать дни жестких диет и дни загрузки углеводами И с каждой недели вы становитесь лучше и лучше Это очень интересное средство, но им никто не пользуется Никто не владеет этой системой осознанно А вот он инструмент к большой и сухой мышечной массе При условии, что вы тренируете высокополоковые мышечные волокна Потому что 90% людей в зале просто сочкуют Они занимаются слишком маленьким весом Послушайте меня, тренируйтесь грамотно, питайтесь правильно И вы увидите эффект уже в течение 30 дней Ссылка в описании Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...